Всем привет! Крокодилы – это смертоносные хищники, которые входят в число самых опасных существ на планете. Они обитают в тропических регионах Америки, Африки, Азии и Австралии. На данный момент человечеству известно целых 13 видов, а кое-кто из них может съесть человека или даже акулу. Хорошая наследственность и обилие пищи приводят к тому, что некоторые из них становятся настоящими гигантами. С вами канал ТОП ФАКТ, и в этом выпуске мы расскажем о 15 из самых крупных крокодилов на планете. Ну а перед началом советую подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы эти самые крокодилы не выползли у вас из-под кровати ночью. Ну а теперь погнали! Размером с грузовик В 2016 году американский фермер искал своих свиней и наткнулся на огромного аллигатора, который обосновался в болоте недалеко от озера Акичоби. Опасаясь потерять всю свою ферму, он убил крокодила и сделал пару фото, которые просто поражают. По его словам, длина аллигатора составила 4,5 метра, а вес 350 килограммов. То есть убитая им рептилия была самой крупной во всем штате. Предыдущий рекордсмен был на 30 сантиметров короче и почти на 50 килограммов легче, что дало народу повод сомневаться в подлинности снимков. Но эксперты полагают, что мужчина говорит правду. Например, вот в этом кадре рядом с аллигатором стоит ребенок, и это совсем не похоже на банальный обман зрения. Безумная находка заставила ученых пересмотреть представление о размере крокодилов, которые водятся в этом районе. Похоже, что именно отличные погодные условия и избыток корма привели к появлению особо крупных аллигаторов в 4,5 метра. Самое интересное то, что это самый маленький крокодил в нашем выпуске. Крокодил с острова Тави-Тави В сентябре 2017 года филиппинский рыбак раскидывал сети около острова Тави-Тави и увидел в воде гигантское плавучее бревно. Он подобрался поближе и понял, что этим бревном был пресноводный крокодил длиной в 6 метров. Мужчина сразу предупредил всех, кто был на побережье, после чего сообщил крокодиле местным властям, которые тут же организовали операцию по поимке опасного зверя. На Филиппинах убивать крокодилов строго запрещено. Тому, кто этот закон нарушит, в лучшем случае придется заплатить немалый штраф в 100 тысяч песо, это около 150 тысяч рублей. Ну а в худшем тюремный срок на полдесятка лет. Поэтому чиновники решили отвезти гиганта подальше от острова. Этого крокодила было очень тяжело поймать. В попытках освободиться он рвал сети и громил лодки, но в конце концов людям удалось одержать победу. Они привезли крокодила на берег, после чего отправили в местный заповедник. И только после этого он перестал представлять угрозу. Дракон без крыльев Крокодилы привыкли жить в воде, но иногда судьба забрасывает их туда, где им просто не следует быть. Удивительная история произошла в 2016 году. На острове Шри-Ланка крокодил длиной в 5 метров и весом около 900 килограммов пробрался из реки в искусственный канал. Когда местные жители его обнаружили, тот забился слишком глубоко и не мог пошевелиться. Люди решили, что крокодила нужно вернуть обратно в реку. Но как поднять то, что весит чуть меньше тонны? Разумеется, очень и очень осторожно. Люди плотно его связали, чтобы тот не совершал резких движений в ходе спасательной операции, а потом подняли его с помощью строительного крана и погрузили на самосвал. При перевозке его пришлось держать за голову, но на удивление он вел себя очень и очень достойно. При прибытии к месту назначения люди выгрузили крокодила на землю, сорвали с него веревки и подталкивали ковшом в нужном направлении, пока он не скрылся в толще воды. Челюсти-3 Тестовая крокодиловая ферма Медрас Крокодайл Бэнк, основанная в 1976 году, быстро доказала свою несостоятельность и была переквалифицирована в заповедник. В течение 10 лет выращенных там крокодилов возвращали в их естественную среду обитания. Но в 90-е годы законы поменялись и выпускать рептилий перестало быть возможным, из-за чего заповедник превратился в зоопарк. Он насчитывает более 1800 крокодилов и множество других рептилий. Местной достопримечательностью является пресноводный крокодил по имени Челюсти-3. Это самая большая особь, которая содержится в неволе в Южной Азии. Ее длина составляет 5 метров, а вес около 500 килограммов. Поначалу люди не знали, какими агрессивными могут быть пресноводные крокодилы, потому что привыкли к их болотным сородичам. Но однажды Челюсти-3 вылез из воды и укусил человека за ногу. Только после этого все поняли, как важны дополнительные меры предосторожности. Гомек Морские крокодилы живут невероятно долго по меркам рептилий, конечно, и отличаются крутым нравом. Но крокодил по имени Гомек заставил ученых пересмотреть отношения к своему виду. Он был пойман и продан американской паре, которая держала его дома в качестве питомца. Через пять лет, когда Гомек вырос до неприличных размеров, они отправили его на ферму в штате Флорида, где он стал местной достопримечательностью. В течение следующих восьми лет люди со всего мира приезжали во Флориду, чтобы посмотреть на необычайно спокойного и дружелюбного хищника. Работники фермы, которые присматривали за Гомеком, отмечали, что во время кормления крокодил подпускал их очень близко и никогда не пытался укусить. Максимальная длина Гомека составляла 5,5 метров, а вес 860 килограммов. Абсолютный рекордсмен для своего вида. Но в 1997 году Гомек скончался в зоопарке. Домашний крокодил Крокодила вряд ли можно назвать милым домашним питомцем, но Мэтт Райн с канала National Geographic так не считает. В своей передаче он часто показывает гигантских особей, но дома у него живет крокодил скромных размеров. Всего-то 5 метров в длину. Его зовут Трипот, потому что у него нет одной лапы. Когда-то давно Мэтт забрал его с крокодиловой фермы и с тех пор не может выпустить на волю, потому что без человека Трипот просто погибнет. Крокодил никогда не жил в естественных условиях, он не может добывать себе пищу и все время ждет, что его кто-нибудь покормит. Трипот живет на заднем дворе у Райта и не слишком любит бегать. Неудивительно, что он весит почти тонну. Кстати, для рептилий таких размеров Трипот ест невероятно мало. Всего два свиных окорока в неделю. Брут Столкновения сверххищников в дикой природе происходят крайне редко, но недавно одно из них все же было заснято на камеру. Благодаря этим снимкам крокодил по имени Брут стал известен всей планете. Смотрите сами. 80-летний Брут длиной в 5,5 метров и весом в 1820 килограммов держит в зубах серую бычью акулу. Действие происходит на реке Аделаида в северной части Австралии. Как мы знаем, акулы это очень агрессивные и опасные противники, но Брут, по-видимому, решил доказать им, кто в воде хозяин. Вообще, он очень часто попадает в кадр. Например, тут он эффектно высовывается из воды и ловит куски мяса. Местные очень сильно любят показывать его туристам, совершающим сплав по реке. Как видите, у Брута тоже нет передней лапы. Скорее всего, он потерял конечность в схватке с другим крокодилом. Но это никак не мешает ему чувствовать себя королем и показывать свою силу другим обитателям реки. Доминатор В реке Аделаида есть еще одна очень мощная рептилия, способная составить конкуренцию Бруту из предыдущего пункта. Это морской крокодил по кличке Доминатор, и он очень необычный, потому что по поведению он не похож на других крокодилов. Он настолько привык к людям, что показывает им различные трюки, чтобы получить угощение в виде вкусной пищи. Этот снимок был сделан в 2018 году. Доминатор высовывается из воды почти наполовину, чтобы схватить кусок мяса. А в 2019 он схлестнулся с Брутом, и туристам удалось снять схватку двух гигантов. Брут и Доминатор давно соперничают за место под солнцем, и более молодой и сильный самец, судя по всему, побеждает. Брута часто видится свежими ранами на теле. К тому же у него нет передней лапы, а в реке Аделаида есть только один злобный и сильный хищник, способный нанести сопернику такую травму. Ну а перед тем, как мы перейдем к самому кровожадному крокодилу на планете, попрошу вас оценить это видео лайком или дизлайком, как вы считаете нужным, и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Мы стараемся делать для вас топовые, что самое главное, очень интересные выпуски. Взамен мы бы очень хотели набрать 1 миллион подписчиков до конца 2020 года. И будем рады абсолютно каждому, кто подпишется на канал и будет по факту оценивать наши выпуски. Ваша активность это, как вы знаете, самая лучшая поддержка. Ну а теперь самый кровожадный крокодил на планете. Густав Густав – это огромный нильский крокодил, который живет в реке Рузизи на территории Бургунди. Он считается одним из самых опасных ныне живущих крокодилов. На его счету около 300 человеческих убийств, поэтому его боятся абсолютно все. Его длина чуть больше 6 метров, а вес около 910 килограммов. Точнее, никто не знает, потому что Густава до сих пор не могут поймать. Власти периодически пытаются это сделать, но крокодил слишком силен и умен и не попадает в расставленные ловушки. Ученые полагают, что из-за очень больших размеров Густав не может охотиться на птиц и мелких млекопитающих, поэтому он нападает на цели покрупнее. Бегемотов, гну и людей. Люди, ясное дело, пытаются обороняться, поэтому у Густава присутствуют шрамы от пуль на голове и боках, а также следы глубокой раны на правом плече. В последний раз его видели в 2015 году, и местные жители надеются, что крокодил-людоед мигрировал куда-нибудь еще, но на всякий случай приближаются к воде с опаской. КОНЕЦ Увидимся уже очень и очень скоро в нашем новом выпуске.